Подарить новогоднее чудо воспитанникам подшефных детских домов и реабилитационных центров решили сотрудники Газпром Трансгаз Томск. Вместе с ними в предпраздничные дни они отправились в питомник якутских лаек. Там дети смогли не просто поиграть с собаками, но и покататься на упряжках. Подробности в нашем репортаже. Залились тыла, счастливые детские глаза и большие радостные собаки. Встреча, о которой дети и не мечтали. В питомнике посреди сибирского леса они, кажется, забыли про 30-ти градусный мороз и уже вовсю играют с якутскими лайками. Здесь даже можно почувствовать себя седоком, прокатиться на собачьей упряжке. А еще узнать историю породы, зачем в теплой юрте. Все это стало возможным благодаря сотрудникам ООО «Газпром Трансгаз Томск». Первый ребенок зашел в юрту с глазами на пол лица. Они очень довольны, очень рады. Собаки ездят довольно быстро на упряжке. Это не такое монотонное катание вперед-назад. Это действительно круг, трассовый круг. Собаки идут со скоростью примерно 16-22 км в час. Это действительно захватывающая поездка. Сотрудники центра к такой идее сначала отнеслись настороженно. Думали, как дети перенесут не один час на таком морозе. Волнения оказались напрасны. Сладкий подарок получил и съел его. А здесь вот это, наверное, останется в памяти надолго-надолго. Потому что это яркие впечатления. И я думаю, что мы еще долго будем об этом вспоминать. Собаки классные. Что ты делала с ними? Ну, играла. Они мне лапы давали. Они очень быстро глядят. И собак тоже гладить понравилось. Я гладила и играла. ООО «Газпромтразгаз Томск» — социально ориентированная компания, оказывающая всестороннюю помощь регионам, в которых реализуют свои проекты. В том числе в ходе создания магистрального газопровода «Сила Сибири». Это один из ключевых объектов восточной газовой программы. Кроме основной деятельности, сотрудники компании также занимаются благотворительностью. Ежегодно в канун праздника они превращаются в добрых волшебников, чтобы подарить новогоднее чудо ребятам из подшефных детских домов и реабилитационных центров. Таких адресов много. Это первая школа-интернат и дом ребенка в Томске. Реабилитационный центр «Луч» и дети с инвалидностью в Парабеле. А еще благодаря газовикам выросла главная новогодняя елка на площади Новособорной. Александра Нестеркина, Антон Сухушин. Вести. Томск.